Самолет из Москвы прибудет в Нижний Новгород в 10.35, но еще задолго до посадки здесь собираются люди, родные и близкие чемпионов. Эмоции у них остынут не скоро. До сих пор вспоминают, как их дети передавали приветы во время трансляций. Он знал, что мы смотрим, поэтому позируют они в телевизор, конечно, понимают, что мы все смотрим уже, все эти жесты. Все его эмоции, которые были, как он бежал с открытыми, с простертыми руками, это вообще не забыли. Самолет уже здесь, вот и удивленные пассажиры выходят. Знали бы они, кто был их попутчиками. И вот главные звезды рейса Москва-Нижний Новгород. Андрей Вдовин, Данил Смирнов и Дмитрий Сафронов, они принесли нашей сборной 4 золота Токио. Пловец Данил Смирнов стал первым в эстафете 4 по 100. На днях его честовали в столице. Награды вручал сам Путин. Это, конечно, было очень приятно. Сам президент – это очень статусный человек. Рядом с ним энергетика, такая уверенность. Пловцы вообще выступили феноменально. 49 медалей, 17 из них золотые. Установлено 7 мировых рекордов. Я руковожу паралимпийской сборной командой с 1996 года. Поэтому я вроде как являюсь основателем российского паралимпийского плавания. И никогда такого успеха в сборной не было. Никогда не было и таких быстрых секунд на 400 метровке, как у Андрея Вдовина. Он обновляет свой же мировой рекорд. Финиширует с таким отрывом, что может себе позволить радоваться заранее. Чуть раньше он взял серебро на 100 метровке. Все это время был на связи с родителями. А вот от живого общения спортсмены успели отвыкнуть. Безумно соскучились. Мы тут не были уже полтора месяца. Это, наверное, самые наши такие длительные соревнования. Даже когда у нас бывают чемпионаты мира, мы все равно успеваем заскакивать. А здесь вообще нет. Тем более мы сразу с самолета на карантин неделю сидели, одичали. Поэтому для нас любые люди уже это о счастье. Дмитрий Сафронов везет в родной Дзержинск два золота. И если победа на 200 метровке неожиданностью не становится, Сафронов фаворит ему и побеждать. То вот на дистанции в 100 метров он удивляет даже самого себя. Это была первая медаль. Про вторую он скажет. Метров через 20 знал, нас не догонят. Но не нужно думать, что все удалось так легко. Про сколько мы прошли сейчас, это немного подзабылось. Но сколько было боли, страданий, то, что ноги болели. То, что я, можно сказать, плакался тренер. Говорю, не хочу я уже этим заниматься. Говорю, терпи. Все окупится. Все окупилось. Сейчас отдыхать, но совсем недолго. Карьеру они не закончат. Уже через неделю начнется подготовка к чемпионату мира в Токио. А там и Париж 2024 не за горами. Екатерина Васильева, Александр Бойков, Алексей Калякин. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok